Всем привет, господа! Сегодня вы снова на канале X-BRO и посмотрите, какой мне красавец сегодня встретился. Да-да-да, это легендарный ГАЗ-69. Таких машинок осталось уже не так много на наших дорогах, но они все еще есть. Эти уникальные по своей прочности, неубиваемости и живучести во времени автомобили. Что же заставило меня остановиться, достать телефон и начать снимать? А то, что этот автомобиль является моей мечтою и просто так пройти мимо 69-го я не могу. И что же такого в 21 веке меня прельщает в этом старичке? Мне нравится, что этот автомобиль сделан из настоящего, толстого, прочного советского железа, которое может быть подвергнуто обработке, сварке, зачистке, покраске. И ничего с ним после этого не случится. Машина станет только лучше. Мне нравится простота трансмиссии этого автомобиля. В стоке он имел 55-сильный двигатель от Победы и трехступенчатую коробку передач. Низкооборотистый движок и правильно подобранные передаточные числа в его трансмиссии тащили эту машину по любой распутице. Несмотря на рессорную подвеску, он достаточно комфортен и не такой жесткий, как считается, хоть и зовут его Козликом. Кстати, а вы знали, что у этого автомобиля в стоке два бензобака? И в основном баке количество бензина можно было проверить щупом, который находился в салоне рядом с раздаточной коробкой. Высокий клиренс, подключаемый передний мост и пониженная передача, которая включалась только при подключении передка. Разрезные мосты и прочие плюшки, которые имеют только ГАЗ-69. Для того, чтобы заняться ремонтом коробки передач или раздатки, не нужно было загонять машину на подъемник, ставить на яму или ложиться на землю под нее. Достаточно было просто демонтировать пол. И все эти агрегаты ремонтировались и вынимались вверх, внутрь салона, а не вниз, на землю, как это сделано у современных автомобилей. Отсутствие шумки и прочих современных наворотов в салоне для меня это плюс, потому что можно вылить внутрь салона ведро воды, она стечет и салон чист. Его буквально можно мыть шваброй. Никаких тебе труднодоступных мест, дефлекторов и прочего, что выматывает при приборке в салоне современной машины. А задний откидывающийся борт 69-го был снабжен нишей, где можно было разместить буксировочный трос и лопатку. В общем, машина на любителя, машина специфическая, но мне она очень нравится. В России принято ругать собственный автопром, но, как говорится, нет пророка в своем отечестве. Нет пророка без чести, сказал Христос, разве что в отечестве своем и доме своем. А у меня есть хороший товарищ, он ведет свой канал на ютюбе, где показывает свою собачку Молли французского бульдога и ремонт немецких машин. И бывает скидывает мне со своего немецкого аналога Авито, сколько стоят российские тачки в Европе. Узнали? УАЗ Буханочка 2011 года. На наши денежки 1 057 000 рублей. Сейчас, конечно, не ход конем, но посмотрите, 36 тысяч евро за Соболя. 3 миллиона рублей не хотите выложить за российский автопром? А вот и он родимый, 69-й. Ну, за миллион рублей они есть и в России. А вот и еще одна буханка. Почти за миллион 900 тысяч рублей, но это поновее. Что скажете? Знают немцы толк в хороших автомобилях? Хотите кататься в Германии на Хантере? Будьте добры, выложите. Почти миллион 300 тысяч рублей или 16 тысяч евро. И это не единичные случаи. Эти машины продаются в Германии, значит, они кому-то нужны. Вот еще один 69-й. Почти за полмиллиона рублей. Без наворотов. По-моему, даже в стоковой краске, насколько можно судить. А вот мечта многих россиян. Упакованный Хаммер H2. Намного ли дороже он стоит обыкновенной голой российской буханки в Германии? Нет пророка в своем Отечестве. Хочется произнести еще раз. А вы были на канале Иксбро. Пишите комментарии, ставьте лайки или дизлайки, если видео вам не понравилось. Подписывайтесь на мой канал. Я показываю здесь все, с чем сводит меня жизнь. Здесь рады хорошим людям. Всем пока!